Я очень рада приветствовать всех здесь, на территории нашего института. Как говорила Вера Андреевна, наше общество Молныо существует с 2009 года, и впервые вот эта большая конференция проводится у нас на базе нашего института. Хотя выездные конференции, по-моему, знает вся Россия, мы уже где только не бывали, во многих местах. Ну и я, поскольку Вера Владимировна рассказывала очень высокий, высокий полет был такой, я больше к практической части, ближе к земле, хотела бы рассказать немножко, вот уже тут история, рассказывала Вера Андреевна историю изучения нейроэндокринных опухолей, а я хочу ближе к жизни, к нашему институту. В нашем институте работал Ириан Павлович Калинин, которого я считаю своим учителем. Это доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук, который работал в Манеке с 1967 года и руководил отделением хирургической эндокринологии с 1972 по 2017 год. Он имел огромный авторитет среди всех коллег, не только хирургов, но и терапевтов, и морфологов, и обладал такой невероятной аурой, и так был увлечен своей темой эндокринных опухолей, что невозможно было этому сопротивляться. Вот я в результате та самая жертва его влияния, что после того, как он меня в это вовлек, я уже не могу остановиться, и, наверное, уже никогда не смогу. Он очень любил морфологов, и начинался наш рабочий день со звонка Ариана Палча, мы обсуждали всех пациентов, а в конце дня он появлялся у нас уже в цивильной одежде и продолжал обсуждать, то есть мы постоянно с ним работали. В сферу его интереса вовлеклась Ирина Солна-Казанцева, замечательный морфолог, всем хорошо известный профессор, который руководил нашим отделением с 1992 года по 2019 год. Очень много внесла в это и Галина Александровна Полякова, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник нашего отделения, который работал в нашем отделении с 1993 по 2017 год. И вот я вела свою базу нейроэндокринных опухолей, это моя личная база, это только верифицированные случаи, там, где не подтверждалось, там этих пациентов мы не вносили. Тут гораздо больше на самом деле пациентов, потому что многие из этих пациентов обращались к нам неоднократно с прогрессированием, с новыми метастазами, особенно с множественными опухолями при синдромах множественной эндокринной аплазии, у которых мы смотрели от 2 до 10 и более опухолей у одного пациента, и метастазы им удаляли в течение нескольких лет при прогрессировании. И вот тут же, опять же, не внесены те пациенты, где приходилось дифференцировать и отвергать диагноз нейроэндокринной опухоли, если он был поставлен. И мы видим, что вот эта тенденция, которая была показана в нашем институте, она полностью подтверждается, тоже идет такой неуклонный рост. Несмотря на ковидные годы, где-то больше 100 подтвержденных, верифицированных иммуногистохимических случаев мы каждый год видим. Вот примерно более 100 с некоторыми колебаниями. Но в этой базе 1605 случаев. Тех, где четко все верифицировано, остальные я просто отсекла. И по локализациям. На первом месте у нас пожелудочная железа, но это понятно, потому что была высокая активность оперирования этих опухолей. И в том числе мы очень тесно сотрудничаем с отделением Алексея Викторовича Егорова много лет, который очень много опухолей пожелудочной железы оперирует. На втором месте у нас опухоли легких, но сюда входят и мелкоклеточные раки. На третьем месте нейроэндокринные опухоли кишки. И на четвертом – желудка. И сейчас их становится все больше именно опухолей желудка. И 415 случаев – это либо метастазы неизвестной первичной локализации, либо нейроэндокринные опухоли других редких локализаций. Все-таки это очень большая цифра. Поскольку кишечник является очень обширным у нас органом, то я просто проанализировала конкретно для кишечника, где мы чаще всего сталкивались с этими опухолями. На первом месте – это опухоли тонкого кишечника, включая 12-перстную кишку. Более половины случаев – это, прежде всего, опухоли тощей, подвздошной кишки, где чаще всего бывают типичные карциноиды. На втором месте – это толстый кишечник и примерно одинаковая прямая кишка и апеникс, которые были выделены отдельно. Основные проблемы диагностики нейроэндокринных опухолей, о них уже говорилось, я хотела бы сконцентрироваться на чисто морфологических аспектах. Это морфологическое сходство многих типов нейроэндокринных опухолей, особенно нейроэндокринных карцином, с соответствующими раками этих же локализаций, и поэтому часто бывают ошибки в диагностике. Это часто неправильное определение грейд, что очень важно для дальнейшей, как мы видели уже тут, было показано неоднократно, для дальнейшего лечения этих пациентов. Это точность формулировки диагноза, заключение морфолога и в эпикреде. Мы постоянно с этим сталкиваемся, и это невозможно просто объяснить. Даже из таких крупных учреждений, как 62-я больница, может прийти диагноз нейроэндокринный рак, грейд-1. Хотя морфолог написал все правильно. Кто интерпретирует морфологический диагноз, непонятно. Это сложность определения происхождения метастазов с неизвестной первичной локализацией. Это самая сложная проблема в нашей работе, с которой мы сталкиваемся все чаще и чаще. Это морфологическая, иммунофенитическая и генетическая гетерогенность этих опухолей, о чем говорила Вера Владимировна. Это внутриопухолевая гетерогенность, о которой тоже очень много сейчас говорят. Это прогрессирование опухолей при продолжительном лечении, трансформации их от одного грейда в другой, с чем и связана утрата чувствительности применяемой терапии. И это при возможности, конечно, не всегда возможно, требует взятия повторных биопсий, потому что мы можем иметь дело уже с другой опухолью. Это недостаточная изученность нейроэндокринных опухолей, редких локализаций. Такие данные только накапливаются. В большинстве случаев диагностика была ошибочной. Ну, конечно же, важнейшие условия, об этом уже много говорилось, это для того, чтобы мы этих пациентов получали на ранних стадиях, это мультидисциплинарный подход, который включает большое количество специалистов. Это и морфологи, генетики, рентгенологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, радиологи, хирурги, химиотерапевты, но это только узкий круг. При необходимости он расширяется в зависимости от локализации опухоли. Мы все уже знаем, что это в большинстве все-таки медленно растущие новообразования, и даже ухудшение качества жизни происходит при наличии метастазов на поздней стадии болезни. Очень хороший ролик был показан перед конференцией, как раз о том, как живут пациенты, которых правильно лечат. Насчет алгоритма Вера Владимировна уже сказала, я не буду говорить. Есть, так сказать, общие обязательные маркеры, без которых мы не можем поставить диагноз и не имеем права, о которых уже говорила, самым чувствительным является хромогранин А, но это тогда, когда в клетках достаточно гранул. На втором месте синаптофизин, и вот этот новый маркер я бы поставила, наверное, на первое место, потому что он абсолютно не зависит от количества гранул в клетке, от количества цитоплазмы, и очень хороший маркер, который мы сейчас активно пользуемся. Ну и существует расширенная панель, это по необходимости, по клиническим потребностям, это при определении метастазов неизвестной первичной локализации, определение тканеспецифических маркеров и определение спектра гормонов, что нам приходится делать, когда у пациентов возникают множественные опухоли, с которыми мы сталкиваемся все чаще, и нам надо доказать, что мы имеем дело с одной и той же опухолью, либо это новая опухоль. И также для каждой конкретной локализации существуют свои предиктивные факторы, о которых тоже Вера Владимировна уже говорила. Ну и выявление клеточных мишеней, это не только рецепторы к самотостатину, этот спектр расширяется и будет гораздо шире для определения конкретных лечебных препаратов, на которых будет чувствительная опухоль. Почему хромогранин самый чувствительный? Потому что эти эндокринные клетки, эндокринные опухоли характеризуются именно тем, что в цитоплазме находятся эндокринные гранулы, которые являются субстратом для хромогранина А, который и является наиболее чувствительным в тех случаях, когда есть много гранул. Синаптофизин – это мелкие синаптические визикулы, которые имеются и в эндокринных, и не в эндокринных клетках, в нервных клетках, поэтому он не такой специфический, не может использоваться как единственный маркер, а только в сочетании. Ну и мембранная экспрессия такого маркера, как CD56, используется сейчас только в более конкретных ситуациях. Ну вот обязательная панель маркеров. Хромогранин, асинаптофизин, тут CD56 мембранное окрашивание, ИКИ-67 обязательно, мы должны делать для определения грейд-опухолей. И вот этот новый маркер инсулиномоподобный протеин-1, который экспрессируется практически во всех нейроэндокринных опухолях, и это позволяет нам определиться с диагнозом в сложных случаях. Это и низкодифференцированные, высокодифференцированные опухоли, это мелкоклеточные нейроэндокринные карциномы, где совсем почти нет цитоплазмы, и у нас возникают проблемы с другими маркерами. И контролем являются эндокринные островки поджелудочной железы, где всегда экспрессируются эти маркеры. Ну вот, если нам необходимо определиться с точным типом опухоли, то мы ставим гормоны, как вот здесь, например, инсулинома, соматостатинома, кальцитанинома, так звучит окончательный диагноз, глюкогонома, АКТГ, продуцирующий опухоль, серотонин, продуцирующий карциноид, и гастринома, если там есть гастрин, и пипома, если есть панкреатический полипептид. Ну вот, парад гормон, например, это случай, когда мы очень долго мучились с тем, что мы видим в легком, и только использование парад гормона позволило нам поставить метастаз рака парочитовидной железы в легкое. Ну, про эти классификации уже говорилось, я не буду на этом останавливаться. Мы определяем грейд по индексу К67, если единичные ядра метятся, то это грейд один, если больше 50%, как вот в нижнем слайде вы видите, то это уже низкодифференцированная энерроэндокринная карцинома, а также методический индекс. На гематоксилиноазине иногда мы можем ошибиться, поскольку не все методические фазы хорошо видны, но есть такой новый, ну, уже не сравнить, относительно новый маркер, как фосфагистон-3, который позволяет метить четко все фазы методического деления. Теперь энерроэндокринные маркеры позволяют нам определиться в тех случаях, когда мы не можем точно сказать, с какой опухоли мы имеем дело. Вот такие вот первичные опухоли печени, это очень большая проблема, потому что клинически их можно поставить только в том случае, если в течение длительного наблюдения нигде у пациента больше не обнаружена другая опухоль. Вот такие кистозные опухоли, первичные, энерроэндокринные опухоли печени приходят часто с диагнозом, как вот в данном случае, гигантская гемангиома. Вот мы таких случаев уже не один наблюдали. И это вот диагноз, который был поставлен неправильно, а экспрессия маркеров нейроэндокринной дифференцировки показала, что это именно есть первичная нейроэндокринная опухоль печени. Что важно для правильного определения грейда, мы должны правильно оценивать ИДКСКИ-67, потому что по современным стандартам мы должны оценивать от 500 до 2000 клеток в горячих точках. То есть мы не можем включать подряд все поля зрения, потому что мы можем легко ошибиться с грейдом. И только вот эти горячие точки мы можем суммировать и выводить в средние, и это более четко определяет злокачественный потенциал опухоли. Ну, я уже говорила, что одна из самых сложных проблем это метастазы безызвестной первичной локализации. Ну, сразу мы смотрим, где метастазы, некоторые опухоли имеют любимую локализацию метастазов. Ну, дальше определяем всякие иммунофенотипические особенности опухоли, ткани, специфические маркеры, индекс КИ-67, гормональный профиль клеток, профиль кератинов очень важен, потому что не все кератины во всех локализациях экспрессируются. Некоторые другие маркеры, такие как Велин, ЕМА, Виментин, факторы транскрипции, которыми мы активно пользуемся, ТТФ1, СДХ2, ПДХ1, ПАКС8 и другие. Ну, и клеточные мишени, в данном случае рецепторы к самотостатину. Вот панель, алгоритм, который мы пользуемся для диагностики нейроэндокридных опухолей, неизвестной первичной локализации. Я не буду на ней останавливаться, это проблема морфологов. Я хочу сказать, что алгоритмы – это такая симфония, если перевести это на музыкальный язык. Если там только семь нот, то у нас их где-то около ста и более. То есть мы составляем… Мы должны составить такой аккорд, чтобы максимально определиться с тем, что мы хотим узнать, потому что если мы не знаем, с чем мы можем иметь дело, то мы просто используем огромное количество маркеров, которые совершенно не обязательно будут для данной истории. Ну вот метастаз, например, кациноиды тонкой кишки, диагностическая биопсия CDX2, кишечный маркер, серотонин – это характеризующий опухоли, которые чаще всего возникают в тонком кишечнике. И у нас есть направление, куда мы движемся. Вот я просто… Поскольку мы хотели услышать о наших практических делах, то это вот те наши статьи и наши большие исследования, например, ТТФ-1, который является очень хорошим маркером для опухоли легкого, нейроэндокринных, и в том числе, и для щитовидной железы, то мы видим, что в типичных карциноидах он почти не представлен. Но это не страшно, потому что типичные карциноиды легкого редко метастазируют. А вот эти типичные карциноиды, крупноклеточные и мелкоклеточные, часто, поэтому ТТФ-экспрессия нам очень помогает. Но при этом мы должны всегда помнить, что несколько дифференцированные нейроэндокринные карциномы крупноклеточные и мелкоклеточные в 20-30% нелегочной локализации тоже могут экспрессировать ТТФ-1, вот как метастаз, например, мелкоклеточный рак желудка, гортани, шейки матки, например, мочевого пузыря. Об этом тоже надо помнить. Ну вот что касается диагностических биопсий, то это очень важная проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, но при этом надо помнить, что это так называемый эффект айсберга или часть целого. Мы так легко и спокойненько можем поставить диагноз аденокарцинома, например, по этим маркерам, плоскоклеточного рака, типичный карциноид, видим ТТФ негативный, или мелкоклеточный эндорэндокринный рак, но это все не так просто оказывается. И вот слева мы видим эффект айсберга. Это биопсия. Вроде бы совершенно типичная мелкоклеточная эндорэндокринная карцинома. Мы спокойно ставим диагноз. Дальше пауза, и мы получаем операционный материал. В операционном материале ужас мы видим, что большая часть опухоли представлена плоскоклеточным раком, а меньшая ее часть представлена мелкоклеточной эндорэндокринной карциномой. И вот эту историю айсберга мы должны помнить, что далеко не все так просто. А генетики ставят сразу свои генетические исследования, и дальше их уже не интересует эта проблема. Часто бывает такое. Вот смешанная опухоль, например, ободочные кишки. Мы тоже смотрим, что здесь умеренно дифференцированная эндорэндокринная карцинома и мелкоклеточная эндорэндокринная карцинома. И куда попадет игла, тоже вопрос, как мы поставим этот диагноз, если будем смотреть его на диагностической биопсии. Вот этот маркер PDX1, о котором говорилось здесь, и который уже введен сейчас в классификацию, мы давно уже занимались его изучением, и у нас уже есть большое количество данных и публикаций по этому поводу. Он очень хороший маркер, когда мы его сочетаем в своем аккорде, вот в этом алгоритме. И чаще всего это поджелудочная железа, 12-перстная кишка, прямая кишка, карциноиды почки, реже гораздо слепая кишка, и есть очень редко желудок, средостение, но мы знаем точно локализацию, где он вообще не бывает. Это тонкая кишка, ободочная, сигмовидная, легкая, карцинома Меркеля, трахея, носоглотка, молочная железа, медулярный рак щитовидной железы, параганглиомы, эффект хромоцитомы. Это нам очень помогает, мы включаем его в свой алгоритм. Вот, например, мы знаем, что из кишечника, кроме 12-перстной кишки, нигде, кроме прямой кишки, мы не видим этого маркера. Но у прямой кишки есть еще своя особенность, эти опухоли хромогранина обычно негативны. И вот, когда мы видим биоптати, метастаз в печень, хромогранин негативный, но ПДХ позитивный, то мы заподозрились сразу, что имеем дело с опухоли прямой кишки. Что и подтвердилось в дальнейшем, когда прислали операционный материал. Ну и цитокератином седьмым тоже мы занимались. Это очень интересная тема, потому что далеко не во... Ну, практически в меньшинстве нерендокринных опухолей экспрессируется цитокератин седьмой. Вот в медулярном раке, щедовидной железы, в молочной железе, в трахее, в желудке, в нерендокринных карциномах почти семьдесят пять процентов, но только двадцать процентов высоко дифференцированных. И крупноклеточных, и мелкоклеточных, и атипичных карциноидах легкого. В остальных локализациях крайне редко или вообще отсутствует. Ну вот, например, очень сложная у нас была биопсия пациентки, у которой не было в анамнезе рака молочной железы. Мы с этим метастазом долго мучились, но в результате он оказался цитокератин-7 позитивным, ГАТА-3 позитивным, при этом хромогранин позитивным, и рецепторы к эстрогену и прогестерону были достаточно высоко представлены, что характерно для нерендокринных опухолей молочной железы. И мы поставили тут диагноз метастаз в печень нерендокринной карциномы молочной железы, хотя в анамнезе их не было. Ну и вот, что касается, например, локализации. Вот для нерендокринных опухолей почек характерна также экспрессия виментина, что крайне редко бывает для других локализаций. Мы имеем вот наш такой институтский случай нерендокринный опухоль почки в подковообразной почке, а дальше нам приносят метастазы, и они так сильно не похожи на первичную опухоль, что мы засомневались. Но именно экспрессия виментина в этих метастазах позволила нам убедительно доказать, что это именно метастазы этой нерендокринной опухоли почки. Ну, я тут уже просто кончаю. Вера Владимировна тут уже затронула эту тему. Это разделение на четыре группы мелкоклеточных карцином легкого, которые сейчас разделили на два типа. То есть на две группы. Вот две большие группы с нейроэндокринным фенотипом и две вторые группы без нейроэндокринного фенотипа. И вот первая группа по тем генам, которые экспрессируются, названа группа А, другая группа Н, третья группа П и ЙОУ. И вот в первой группе А мы видим экспрессию ТТФ1, во второй группе Н ТТФ негативные. А в этих двух группах и мы видим разные совершенно маркеры генетические и разные абсолютно схемы терапевтических подходов. Я не буду на них останавливаться, чтобы не тратить на это время. Но тут видно, что самая последняя группа ОУ является самой тяжелой в смысле лечения, хеморезистентной ко всему. И тут очень коротко в двух словах следует сказать, что мелкоклеточные нейроэндокринные карциномы в нелегочной локализации ведут тебя гораздо лучше. И клинически. Вот Алла Анатольевна знает, у нее есть такие наблюдения, что они не так быстро прогрессируют, как легкого. И это надо помнить. Они живут гораздо дольше. Об этом уже пишут многие группы онкологов о том, что вот эти мелкоклеточные нейроэндокринные карциномы в нелегочной локализации ведут тебя более благоприятно. Ну вот крупноклеточные нейроэндокринные карциномы уже останавливались. Вера Владимировна, я не буду на этом останавливаться. Надо сказать два слова буквально о том, что при прогрессировании меняется грейд. Вот у нас пациентка, которая в 6 лет наблюдалась, у нее удаляли метастазы. И мы видим, что из первичной опухоли грейд 2 с индексом Ки-67-8 она трансформировалась уже в нейроэндокринную грейд 3 с индексом Ки-67-24%. Вот такие гетерогенные опухоли, где среди высокодифференцированных компонентов встречаются низкодифференцированные. Вера Владимировна тоже показывала, и у нас тоже такие случаи есть. И прогрессируют они именно этим худшим компонентом. Об этом надо помнить. Все метастазы были представлены вот этим худшим компонентом. Ну, о рецепторах и их роли уже было сказано. Я хочу только показать, что иммуногистохимическое определение рецепторов очень простое, легкое и очень хорошее для практических целей. Также точно оценивается как ХЕР-2 при раке молочной железы, то есть 3+, 2+, и отрицательная, это цитоплазматическая экспрессия или полное отсутствие ее. То есть, если есть отрицательный статус, то нет смысла применять аналоги, наверное, и тратить время пациента зря. Также легко они определяются в метастазах, если опухоль неоперабельная и можно сразу начинать лечение. Вот первый рисунок – это метастаз в ребро, от 2 до 5 – это печень, и 6 – это лимфатический узел шеи. Но при этом все, я уже закончила. И где-то примерно в 20% все-таки имеется достаточно высокая экспрессия в несколько дифференцированных вариантах. Мелкоклещная карцинома желудка вот здесь представлена, толстые кишки, ободочные кишки, карцинома Меркеля. И надо помнить, что там тоже может быть. И, к счастью, в большинстве случаев все-таки мы видим большое количество рецепторов в этих опухолях, что очень хорошо для наших пациентов. Ну и просто очень быстро картинку это показать, что значит отмена аналогов с амтостатином у пациента, у которого заподозрили, что у него нету при прогрессировании рецепторов. Но они есть и в большом количестве. И мы видим такое просто драматическое увеличение количества сертонина в сыворотке. У этого пациента, когда ему вновь применили аналоги с амтостатина, тенденция эта начала меняться в лучшую сторону. Спасибо за внимание. Спасибо.